физкульт привет друзья ученики давненько не выходил прямой эфир вы очень часто спрашиваете меня несмотря на то что я уже не раз высказывал свою точку зрения по поводу голодания по поводу периодического голодания вообще друзья кто смотрит мои ролики довольно давно знает что я против излишеств чрезмерности каких-то так вот если говорить о голодании то я конкретно против голодания точно так же как я против и переедания это очень очень важно все понимать кстати кстати недавно вышел ролик мне понравился от сацулина несмотря на то что он выпустил недавно полную херню про сахар не знаю почему вроде бы грамотный такой человек парень я его уважаю но про сахар полную ерунду он выпустил сахар это действительно яд наркотик который нужно избегать особенно в детском возрасте для детей сахар это яд не забывайте друзья что дети вообще все мальчики девочки мы в детском возрасте когда переедаем или много сахара едим выбрасываем инсулин накапливаем жировые клетки мы за счет количество вот почему очень важно в детстве сбалансированное правильное питание если ваш ребенок будет переедать то вы ему автоматом создаете проблемы в будущем потому что во взрослом возрасте когда мы переедаем наши жировые клетки не размножаются количеством они просто напросто увеличиваются в размерах набухают если хотите и могут набухать до невероятных размеров реально так вот представьте если вы делаете много жировых клеток ребенку в детстве а жировые клетки никогда никуда не деваются которые появились запомните это раз и навсегда даже когда бодибилдеры фитоняшки на супер сушки супер рельефа это не значит что они куда-то дели свои жировые клетки нет на самом деле жировые клетки просто усохли и потом при возвращении к питанию все будет очень и очень печально к нормальному питанию особенно если человек склонен переедать а мы знаем и по себе из роликов цацулина что человек когда бесконтрольно питается любой человек в принципе он переедает мы склонны к тому чтобы перебирать с калориями во первых это связано с мозгом я не буду здесь вдаваться в подробности кому интересно более глубоко понять это все рекомендую послушать посмотреть курпатова у него очень интересные лекции принципе все которые вы найдете они будут вам полезны в плане того как устроен наш мозг если у нас самосознание сознание вообще как мы работаем почему происходят те или иные процессы и интегрируя это в питание в тренировке вы будете более четко понимать почему что как когда происходит к примеру в ролике который мне понравился у цацулина про голодание я не согласен с ним точнее не понимаю почему он противоставляет лабораторных мышей людям говорит что нельзя сравнивать переносить потому что мыши в лаборатории адаптируются к лабораторным условиям да действительно это так но кто сказал что мы с вами люди не лабораторные мыши мы постоянно постоянно вынуждены приспосабливаться из-за тупого правительства которое нас не думает повышает пенсионный возраст за сумасшедшие проценты на ипотеке за то что нужно обеспечивать семью кормить детей воспитывать детей дать им достойное образование все все с этим связано я уже не говорю про отдельную лабораторию на работе в офисе в любом коллективе мы есть лабораторные мыши в этом даже у меня нет никаких сомнений и никто не знает вообще на самом деле что есть такое жизнь что такое планета почему мы все заключены на ней как мыши в лаборатории это тоже очень очень интересная тема над которой стоит задумываться по крайней мере если у вас есть серое вещество в голове почему стоит потому что размышляя на различные темы особенно мало слабо знакомые мы начинаем изучать понимать новые слова термины вникать в новые понятия что вызывает у нас новые образы к примеру знали ли вы что мы способны концентрироваться на одной мысли как вы думаете сколько всего три секунды друзья это так для общей информации теперь что касается голодания друзья преподносится сейчас все таким образом что вы якобы голодая продлеваете свою жизнь вот это тоже формулировка совершенно неправильно есть у нас биологический порог и в принципе вся современная жизнь да и любая жизнь она осуществляется нами к сожалению таким образом как будто мы собираемся жить вечно как будто мы будем жить вечно мы не задумываемся что мы за биологический порог вы все равно не перешагнете но вот действиями своими в том числе и питанием мы конкретно сокращаем жизнь так вот говорить нужно о том чтобы не продлевать жизнь друзья а не сокращать ее вести здоровый образ жизни это очень очень важно образ жизни в целом это касается и питания и тренинга и вашего психоэмоционального состояния почему говорят что голодание полезно якобы это снижает вес и борис правильно очень подчеркнул в своем ролике о чем в принципе я вам всегда говорю уже пятый год на просторах интернета и уже 15 лет как бы сам к этому пришел дело в том что вес излишний вес неважно будет он за счет мышц или за счет жира это все равно для организма нехорошо а если вы хоть немножечко знакомы с законами нашей физиологии биохимии вы понимаете что эволюционно так устроено что мышцы для нас являются не столь важны как к примеру тот же мозг и если друзья вы голодаете обычно кто голодает кто в принципе пережирает всегда у него такие экстренные майниковые качания качели туда-сюда вы все равно вернетесь к своему исходному питанию в девяносто девяти процентах случаях поверьте так вот когда вы голодаете организм и мозг ваш будет заставлять ваш организм даже если вы этого не хотите особенно друзья если вы не занимаетесь с отягощениями и если вы еще по глупости или по незнанию делаете кардио вы в первую очередь теряете мышечную массу не излишнюю мышечную массу которую у нормального обычно личного человека не сидящего на фармакологии и так всегда в современной жизни недостаток понимаете а чем меньше мышечной массы тем больше жировой чем больше мышечной массы тем меньше жировой массы чем больше вас особенно если вы мужчина это очень важно жира тем меньше вас тестостерона поэтому вот эти убогие жирные мужики не до мужики они не виноваты в этом ну разве только то что они ведут такой образ жизни обжираются пьют свое пиво сосудовым с такими вот животами у них тестостерона 0 это даже не женщины но это не мужчины уже просто посмотрите на их поступки посмотрите как они себя ведут да просто мерзкие люди мерзкие люди я не говорю про людей у кого какие-то болезни кто из-за каких-то возможно гормональных препаратов набирает вес такой но поверьте в 90 процентах случаях люди просто жрут как свиньи если ты жрешь как свинья то в принципе ты по сути есть свинья почему мне откровение для многих может быть но это не раз говорил неприятен именно бодибилдинг экстремальный хотя я хочу быть таким же хотел бы так выглядеть потому что поверьте бодибилдеру современному в открытой категории необходимо есть не как свинья как 10 свиней и посмотрите о чем говорят топовые бодибилдеры которые не стесняются к примеру о чем сказал катлер когда закончил карьеру он же продолжает тонироваться он любит тренироваться но он говорил откровенно что столько еды сколько приходится в себя впихивать именно приходится для того чтобы просто поддержать хотя бы ту невероятную массу мышечную которую набирает бодибилдер с помощью фармакологических препаратов жрать нужно как слон поэтому друзья выбирают животы не из-за каких-то там гормонов а именно из-за того что приходится съедать огромное количество пищи мало кто может разбивать свой день таким образом чтобы есть часто да не у всех еще переваривается и поэтому многие съедают за раз там три-четыре раза огромный огромный такой прием пищи естественно и диафрагма растягивается и живот выбирает но от этого никуда не деться мне больше нравится классический все-таки бодибилдинг несмотря на то что я очень люблю и уважаю дориана но вот это гипермасса к сожалению невозможно без вот таких огромных животов что я хочу сказать еще про питание друзья ни один долгожитель не голодает точно так же как ни один долгожитель не передает какие выводы мы с вами можем сделать из этого просто логически думая размышляя да и читая различные исследования все очень и очень просто чтобы вы хорошо себя чувствовали вы не должны голодать но вы и не должны переедать проще всего мозг наш так устроен он не получает сигналы к сожалению сразу о том что вы насытились поэтому возьмите себе за правило вставать из-за стола немножечко голодным если вы встаете немножечко голодными за стола это говорит о том что вы хорошо поели достаточно для того чтобы жить тренироваться естественно соблюдая весь баланс бжу то есть нам необходимо все белки жиры и углеводы если вы встали с чувством сытости это вы переели друзья а если вы встаете из-за стола с чувством того что вы переели это вы уже друзья обожрались отравились если хотите кстати здесь сделаю еще маленькую ремарочку сейчас очень модно среди диетологов среди людей которые тренируют людей говорить о детоксе detox диетах detox напитках друзья это все полнейшая чушь настолько полнейшая что даже объяснить невозможно это еще смешнее чем вешание лапши нам на уши что гмо вредно гмо друзья безвредно это доказано уже не одним десятилетием вредный транс жиры вредно переедание так вот detox что нам преподносит мы якобы там зашла ковы маямся до всякой хрени в нас много и вот мы пьем или идем различные специальные пита напитки добавки и это якобы помогает нам с вами очиститься друзья если вы здоровый человек запомните это то ваша печень здоровая она справляется абсолютно с любой ерундой который вы по глупости или по вашему пофигизму грузите себя не тратьте деньги вам не нужен никакой detox печень сама всем справиться а если вы больной человек из у вас больная печень то вот эти напитки вам не помогут нужно лечение профессиональное медицинское поэтому не купите свое здоровье берегите свой кошелек лучше правильно грамотно питайтесь составляйте свой рацион не переедайте следите за тем чтобы получали все необходимое белки жиры углеводы а в современное время необходимо понимать и говорить еще и о клетчатке потому что клетчатка к сожалению в пище сейчас отсутствует старайтесь избегать всего рафинированного рафинированное значит из него убрали из продукта вообще абсолютно все и вредное и полезное это чистая калория без витаминов без микро макро нутриентов что не есть хорошо поэтому обращайте на это тоже особое внимание следите за тем чтобы получать достаточное количество белка к сожалению опять таки в сферу того что питание это сейчас большой огромный бизнес все что вы покупаете супермаркетах в основном это жиры и углеводы причем не очень хорошем сочетании следите за тем чтобы получать качественные углеводы из гречки из темных сортов макарон риса sweet potato если у вас есть доступ к ней также следите за тем чтобы получать необходимое количество белка белка в нашем организме очень и очень мало сейчас поступает с пищей сами надеюсь понимаете почему ну и конечно нужно следить за тем чтобы организм получал достаточное количество жиров особенно если вы сидите на низкокалорийных диетах в плане углеводов вообще возьмите себе за правило что вы не должны в принципе ради здоровья если вы хотите в первую очередь тренироваться я думаю большинство из нас тренируется и ходит тренажерные залы ради здоровья ради того чтобы хорошо выглядеть иметь хорошее спортивное тело значит здоровую психику здоровый образ жизни вести возьмите за правило не убирать какой-то один нутриент из своего питания скажем там жиры или углеводы нет снижайте общую калорийность друзья в первую очередь просто вот напросто возьмите и попробуйте избавиться от всего мусора что вы едите и кушать чуть чуть поменьше в каждой порции и вы будете шокированы и удивлены как начнет быстро меняться ваш организм как вы начнете себя лучше чувствовать а если будете делать вакуум то и живот подтянется без каких-то либо там подтяжек или дополнительных еще упражнений если будете делать силовые тренировки грамотные силовые тренировки то вы будете и набирать необходимую мышечную массу сохранять ее что тоже будет положительно сказываться на вашем самочувствии здоровье близкие будут это все видеть а дети особенно будут это видеть вы можете говорить детям что угодно но если вы поступаете совершенно по-другому то дети будут делать то что вы делаете а не то что вы им говорите понимаете так и человек который с вами живет поэтому не старайтесь изменить кого-то меняйте себя и поверьте это начнет менять и весь окружающий мир в целом на самом деле вопросы питания не такие сложные если вы посмотрите то поймете что питаться нужно четыре раза в день небольшими порциями вставать из-за стола с легким чувством голода и пить достаточное количество воды чем ниже вы понижаете свою калорийность тем большее количество воды вам необходимо выпивать не забывайте что все процессы нашем организме друзья протекают наличие при наличии воды и жиросжигания в том числе если вы недополучаете необходимое количество воды и желательно чтобы это была вода а не чай кофе то вы сами себя обкрадываете и свое здоровье и свое самочувствие и кровь будет более густая что тоже не хорошо скажется на вашем общем самочувствии поэтому друзья думайте всегда головой не нужно подать в крайности не нужно голодать ни в коем случае и не нужно переедать не нужно искать каких-то волшебных таблеток не существует детокса это миф это друзья наедалово если вы понимаете о чем я хочу вам сказать ведь сейчас нас могут смотреть и дети поэтому друзья все очень и очень просто не старайтесь искать каких-то там супер исследований просто думайте головой смотрите изучайте практикуйте и тогда все будет очень и очень замечательно если повторяюсь вы хотите чтобы все что вы делаете имела долгосрочную перспективу если хотите избавиться от лишнего веса за счет жира лишнего то соответственно нужно и питаться грамотно подходить грамотно к этому тренироваться грамотно чтобы не вернулось все то что вы потеряете в двойном количестве обычно так и происходит поэтому друзья будьте очень очень внимательны по отношению к себе особенно когда это касается вашего здоровья нет ничего в жизни важнее здоровья не будет у вас здоровья не будет у вас вообще ничего я думаю что на этой позитивной мысли мы с вами сегодня и закончим обязательно пишите комментарии пишите что вы думаете обо всем об этом пишите как вы относитесь голоданию голодаете ли изменил ли я вашу точку зрения смог ли я как-то помочь вам ставьте лайк и обязательно делитесь моими видеороликами в своих соц сетях лайк комментарий и поделиться это лучшая благодарность каналу и лично мне от вас спасибо друзья что поддерживаете смотрите увидимся как всегда в тренажерном зале а я пойду качну свои банки сегодня всем хороших выходных и обязательно друзья делитесь данным роликом своих соц сетях это лучшая благодарность для меня и для канала ставьте палец вверх если вам понравилось если не понравилось пишите что вам не понравилось и смело ставьте дизлайк отдельная просьба кто уже опробовал на себе молодости или сейчас проходит эту методику расскажите поделитесь комментариях с вашими достижениями вашими результатами ощущениями я уверен что подписчикам и всем кто смотрит данный ролик это будет очень и очень интересно ну что друзья не буду вас больше грузить разной информацией не забывайте что вы можете присылать свои вопросы в комментарии и я обязательно на все вопросы отвечаю вы это видели а на некоторые как вот на данный даже снимаю видеоролики спасибо за просмотр увидимся как всегда в тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм